Пяточные упоры нужны для увеличения эффективности гребли. Если их нет, то при такой экстремальной силовой гребле можно просто уехать вперед, толкаясь веслом. А если в них упереться, то уже никуда не уедешь. И можно эффективнее вкладываться в гребок. Идеальное расположение пяточных упоров это когда ноги чуть-чуть согнуты в коленях и вот прямо вот в нескольких сантиметрах от пяток должна приходиться вот сама трубка, в которую упираются ноги. Бедренные или коленные упоры верхнюю точку имеют на уровне верхней части бедра. Дальше лямка упора пересекает вот так вот колено, оно притягивает его к лодке. И нижняя точка в идеале находится вот где находится верхняя часть подъема ноги. И примерно вот еще в этой точке он оттягивается дополнительной лямкой, чтобы нога не сдвигалась вот в этом направлении. Получается нога привязана на три точки, иногда бывает на четыре точки, чтобы отсюда и отсюда, но это не обязательно. И с такими упорами гребец просто полностью привязан к лодке. То есть он может наклонами корпуса, поворотом вот колен накоренять лодку. Это важно для прохождения порогов и на бурной воде. Может быть вкладное днище из эрдека. Очень полезная штука, потому что она не дает проминаться днищу вниз. Соответственно улучшается гидродинамика лодки. Однако есть и минус. Минимальная толщина такого днища 8 сантиметров. То есть вот эта самая высота, которую мы достигали высотой привязки сидения, она вот у нас вот так вот скрадывается. То есть ножки у нас будут чуть повыше стоять. Для фишкаяка Эва в идеале, чтобы вкладное днище не доходило до самого-самого-самого носа. Если оно вот будет заканчиваться где-то в сантиметрах 25 от носового схождения, то внизу создадутся такие идеальные саповые обводы. А в носу и корме вот это самое пространство без покрытия днищем будет собирать воду, которая может скопиться в кокпите. Поскольку здесь самотлива нет, то лучше, чтобы вода была где-то под палубой. Потом можно прийти и слить ее. Еще очень многие считают, что самоотлив это такая вот панацея, что в лодке будет всегда сухо. На самом деле в большинстве случаев самоотлив служит только для того, чтобы лодку из состояния полной ванны до краев отлить до более-менее приемлемого. Когда лодка сохраняет свои ходовые характеристики и в ней относительно сухо. Поэтому если вы заведомо берете самоотливную лодку, то нужно учесть, что при определенных обстоятельствах в ней будет мокро именно из-за самоотлива. То есть самоотлив превратится в самоналив. Например, из-за волны при каком-то дифференте вода начнет поступать внутрь кокпита. Чем лодка меньше, тем этот эффект существеннее. Например, какой-нибудь маленький покрафтик типа Волнобоя при загрузке уже килограммов в сто начнет в себя так основательно принимать воду. Это совершенно не страшно, если вы занимаетесь покатушками на бурной воде. Это абсолютная норма для бурной воды. Но если вы хотите применять этот покрафт для каких-то тихих мирных покатушек по прудам, то там уже самоотлив может превратиться в самоналив. А вот для бурной воды он будет показывать себя максимально эффективно. Ну и, конечно, не стоит забывать о деке. Лодки с закрытыми деками, они обеспечивают комфорт, но усложняют возможность какого-то перемещения оперативного груза внутри лодки. То есть там что-то взять, переложить за корму или там пойманную рыбу кинуть в кокпит. Это уже не получится. Все-таки лодки с закрытым кокпитом это больше туристские суда, в которых все мы размещаем на своих местах, закрываем все декой. И с точки А в точку Б идем ничего не перекладывая. Именно поэтому рыболовные лодки обычно всегда с открытой декой. Потому что в рыболовных лодках часто приходится активно двигаться и все внутри перемещать. Отдельно скажу про курсовой стабилизатор. Я его сейчас здесь не установил. Но вот от него кармашки. Для рыболовной лодки это необходимейшая вещь. Когда вы бросаете греблю, то лодка без стабилизатора начинает вращаться. А если лодка со стабилизатором, то она продолжает идти прежним курсом. Это главное назначение стабилизатора. Исправлять какие-то огрехи гребли, они сами пройдут, если вы научитесь грести. А вот для того, чтобы обеспечить курсовую устойчивость лодки, в которой вы не гребете в данный момент, вот для этого стабилизатор и нужен. Как он должен быть установлен? Он должен максимально быть вынесен за корму. И погружен где-то на свою половину как минимум или на две трети. Чем дальше он вынесен, тем меньше площади нужно для идеальной стабилизации. То есть площади в ладошку вполне хватит для того, чтобы стабилизировать вот такого рода каяк. Наш стабилизатор имеет площадь примерно в две ладошки, так что значительный запас. Что касается скегов, которые пытаются установить где-то в этой части, какие-то пластмассовые штуковины или плавники наклеивают, это все гораздо хуже, чем кормовой стабилизатор, вынесенный за корму. Чем ближе стабилизационное устройство находится к центру лодки, тем хуже оно работает. А в носовой части располагать любые плавники это вообще ошибка. Это дестабилизирующая деталь. Лодка начинает рыскать, если установлено что-то такое в носовой части. Поэтому должно быть установлено только в кормовой и как можно дальше вынесено за корму. А вот что это за веревочка, спросит кто-то. А это подвижная якорная оснастка. Устроена она очень просто. Вон, два карабина, нос корма, продета веревочная петля, завязана в двух местах. Вот там, где мой палец, сюда цепляется якорный фал. То есть отсюда пошла якорная веревка и на конце якорь. Такая конструкция позволяет точку расположения якоря смещать от носа до кормы и обратно. Понятное дело, это осуществляется просто вот перемещением этого шнурка. Это дает возможность ориентировать лодку как угодно относительно волны, ветра, течения, передвигая точку крепления якоря вдоль борта. Обычно ставится на один борт, это более чем достаточно, но можно установить две такие оснастки с двух сторон. Ну, главное, чтобы не запутаться в ней. Теперь давайте перенесемся на водоем, я покажу работу подвижной якорной оснастки на воде. Вот, допустим, ветер дует оттуда, на меня, я забрасываю в ту сторону. Пробросал этот участок, не клюет. И считаю, что нужно пробросать участок слева от меня. Если бы у меня не было подвижной якорной оснастки, мне бы пришлось лезть в нос, отцеплять якорь и цеплять его куда-то к середине лодки. Но у меня смонтирована подвижная якорная оснастка, поэтому я вот просто беру за шнур и начинаю его вперед продвигать. Смотрите, что у меня происходит с носом лодки. Нос лодки у меня идет левее, левее, левее. И вот, допустим, он дошел до той точки, которая мне нужна. Вот я хочу сейчас вот бросать в берег. Что происходит под водой? Под водой точка оттяжки ушла от носа ближе к корме. Вот такое простое элегантное решение, которое позволяет размещать лодку именно носом туда, куда вы хотите забрасывать. Такие еще полезности могут быть установлены. Кольца для размещения груза. Обычно, если есть леер, то они не так необходимы, но, однако, более удобно притягивать какой-то лежащий груз, чтобы он никуда не делся, с помощью колец, которые размещаются по верхней касательной три или четыре кольца в носовой части, соответственно, на левой и на правой части баллон. И вот такой вот стяжкой или багажной резинкой это все стягивается, рюкзачок, который здесь уложен, притягивается и никуда не девается, даже если мало ли лодка перевернется. Также такие колечки можно установить и в кормовую часть. Три кольца на каждый борт. это хорошее решение. Ну, вроде практически все рассказал, кроме экзотики. Например, из экзотики можно вот сюда поставить целый боковой транец для того, чтобы вешать легкий моторчик. Это вот такая планка, которая устанавливается на две дополнительные планки, поскольку та планка передает скручивающее движение, нужно распределить площадь по баллонам, которые не дадут этой планке центральной как-то провернуться. Она всегда будет ориентирована вот так, как стоящая ребром доска. Надеюсь, такой рассказ о расположении лодочной фурнитуры вам поможет сделать правильный выбор. Самое главное, что я хотел из этого ролика вынести, не нужно ничего как-то особого придумывать. Мы уже придумали для вас, как и в каких точках идеально ставить ту или иную фурнитуру. Поэтому, если вы покупаете стандартную тайм-триаловскую лодку, в ней обычно все очень хорошо подогнано. И только если ваши антропометрические данные отличаются от антропометрических данных среднего человека, то тогда можно подумать о индивидуальной расстановке этих самых элементов. Кстати, для себя продумать установку всех этих элементов просто, даже не имея лодки. Зная ее длину, зная ее длину кокпита, зная ее ширину кокпита, можно взять на сайте, зная высоту посадки, вы можете просто взять какие-то книжки, коробки, сделать из них условный такой вот кокпит, сесть, разместить элементы и вот так вот руками вокруг себя, как говорится, посмотреть, прохлопать и измерить эти расстояния. И тогда уже перенести их на схему. Надеюсь, мое видео вам помогло. С вами был Андрей Сонар, всем пока.